Земельные участки, на которых обвиняемые создали видимость строительства многоквартирных жилых домов, находятся на курортном проспекте в селе Верхнее Веселое на улице Черновицкая и в центре города на переулке Виноградный 1. Все они относятся к категории земель, предназначенных для ИЖС. Не меняя вида разрешенного использования земельных участков, не оформив разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, а также не обладая проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, Баженов, Закарян и Белькевич начали продавать квартиры в несуществом домах, тем самым совершили мошенничество в крупном и особо крупном размере. От преступных действий пострадали жители Краснодарского края, Челябинской, Ростовской, Волгоградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Сумма ущерба каждого из потерпевших составила от 630 тысяч рублей до 2,5 миллионов. Сегодня центральный район и суд Сочи, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинением, вынес злоумышленникам приговор. Суд с учетом государственного обвинения и потерпевших по уголовному делу назначил Баженову наказание в виде 10 лет лишения свободы, Белькевичу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы и непосредственно Закаряну в виде 5 лет лишения свободы. Вопросы самовольного строения в Сочи жестко пресекаются. Неотвратимость наказания за совершенное преступление, как показывает практика, отбивает охоту наживаться на незаконном строительстве.